Обои отходят, полы отходят. Всё мокрое. Дышать нечем. Я и так, у меня одышка постоянно. Я вот эти вот уже дышу, мне вот ещё хуже. Начало отопительного сезона жители дома номер 5 по улице Попова запомнят надолго. Вечером 2 октября в трубах зажурчала горячая вода, а уже утром один из подъездов превратился в парилку. Больше всего не повезло жильцам первого этажа. По окнам, дверям и стенам стекали капли воды. А чтобы обои в квартирах окончательно не отвалились, жильцам пришлось заклеивать швы подручными средствами. Пока одни горожане жалуются о недостаток тепла, жильцы дома на улице Попова изнемогают от его избытка. Ну как, вот тут вот спать, как чего, да? Телевизор скоро испортится, там всё отсыреет скоро. Всё отсыреет. Однако беды жильцов дома на улице Попова начались не вчера. Тревожные звонки, что с подвальными трубами не всё в порядке, появились ещё в июле. Незапланированный банный день спустя два месяца, по словам людей, результат бездействия нескольких инстанций. В июле у нас произошло то же самое, что и сейчас. Все приехали, я не знаю откуда, кто, степло, тверь тепло или какая-то сейчас генерация, я не знаю. Они пришли, всё нам перекрыли и забыли. Ну я думала, значит если мы перекрыли, значит они этот дом наш поставили в известно, что себе, всем этим компаниям-то теперь. Но оказывается ничего. Управляющая компания центрального района, куда также обратились жильцы этого дома, осталась безучастной к судьбе беспокойных людей. Они тоже от себя отпихиваются, тоже вроде не мы, не наше это дело. Но обвинять во всех грехах управляющую компанию нет смысла. После долгой переписки с департаментом ЖКХ и жилищной политики администрации города, жильцы наконец-то узнали, кто хозяин злополучной трубы и кто обязан её ремонтировать. Оказалось, что теплосети не являются имуществом дома, а находятся на балансе швейной фабрики, расположенной по соседству. Согласно документам, имеющимся на руках у жильцов, ООО «Тверская генерация» направила уведомление устранить протечку в адрес дирекции швейной фабрики ещё летом. Но ни в августе, ни в сентябре этого сделано не было. Люди, исправно платившие по всем квитанциям в отчаянии, они в буквальном смысле отапливают улицу и подвал из своего кошелька. А кто им возместит убытки, неизвестно. Я пенсионерка, получаю минимальную пенсию 5700 у меня. Ремонт сделать я не в состоянии. Не под силу. Такой ремонт мне не под силу. Екатерина Карпова, Максим Андреев, РЕН-ТВ, Пилот.